добрый день с вами художественная школа импери пиктер и сегодня я покажу вам как нарисовать чиполлина маркерами также вы можете нарисовать его другими материалами но мы начинаем берем простой карандаш и начинаем рисовать нашего чиполлина с головы рисуем овал который немного повернут вверх правую сторону после чего снизу нарисовали еще один овал и соединили его с головой вот у нас уже получилось тело телу мы пририсовываем ножки снизу также формируем ботинки нашего чиполлина с небольшим таким поворотом над воротом над ботинками рисовываем ботиночки буквально такими овальчиками с острыми краями после чего мы начинаем одевать нашего чиполлина в одежду рисую сначала воротничок после чего уже вырисовывая более четко голову чиполлина также на голове у чиполлина есть тот самый хвостик до или луковые стрелы они еще называются этот хвостик будет состоять у нас из трех таких луковых стрелок ну и небольшой такой шелухи из которой как раз таки они будут выходить это все прорисовываем и убираем сразу все лишнее старайтесь сразу подтирать то чтобы нам не нужно это что нас отвлекает добавляю луковую шелуху еще на задний план отделяю ее рисую ось или центр нашего лица после чего рису вы на этой осевой линии нос и рот далее с правой и с левой стороны от осевой линии мы рисуем глаза старайтесь чтобы расстояние до осевой линии от глаз было одинаково для того чтобы лицо было симметричное после этого мы переходим на руки нашего чиполлина здесь все не так уж сложно как кажется на первый взгляд нарисовали две примерно параллельные линии сначала в левую сторону потом вниз и опустили руку то есть как бы такой треугольник сначала в одну сторону потом опустили в телу вот так далее рисуем кисть но здесь ничего сложного нет буквально две дугообразные линии и готова вторую кисть прорисовываем точно также закругляю овальчик и делаем небольшой пальчик после этого рисуем комбинезон у чиполлина ну как-то так у нас и получилось рисунок готов самое время перейти на обводку черным линером берем черный линер начинаем обводить наше изображение аккуратненько все перепроверяя четко прорисовывая линии здесь мы ведем одну сплошную линию не нужно ввести штрихами да как простым карандашом здесь линия должна быть четкая и уверенная а пока я делаю обводочку я напоминаю вам о нашем заочном обучении в художественной школе империя пикчер если вы хотите получить предпрофессиональную подготовку в области изобразительного искусства то добро пожаловать в нашу школу наша школа является лицензированной художественной школы на сегодняшний момент мы находимся в городе краснодаре у нас семь филиалов открыто и обучается очень много детей вы можете закончить нашу школу не выходя из дома не приезжая к нам в краснодар достаточно просто заполнить форму по ссылке внизу в описании получить бесплатные 7 дней доступа если вам все понравится я буду очень рада видеть вас в нашей художественной школе задание все домашние проверяю я лично поэтому присылайте мне будем вместе с вами работать и развиваться так но я тем временем обвела беру ластик и стираю весь простой карандаш после чего мы переходим к заливке беру 46 цвет это такой зеленый ближе к изумрудному цвет вы можете в принципе взять любой другой цвет главное чтобы он был светлый этим светло зеленым цветом я прохожу стрелки лука плюс животик и небольшой свет на ножках далее беру 53 цвет это уже более темный зеленый и заливаю оставшуюся часть зеленого зеленой одежды и стрелок аккуратненько обходим ручки не выходим за контур самое наверное сложное в рисовании скетч маркерами это не заходить за края которые мы с вами нарисовали вот здесь приходится прям аккуратно работать по краю ну и проходим заливаем весь комбинезон оставляя свет не тронутым теперь смотрите получился очень грубый такой переход нам его необходимо смягчить берем опять сорок шестой цвет так сейчас это заливаем и сорок шестым цветом размываем край то есть прям проходим по краю нашего темного 53 тем самым создавая более плавный переход сверху такой переход мы создавать не будем а берем 43 цвет еще более темно зеленый и им добавляем тени также тени добавляем на комбинезон под лапкой или под ручкой нашего чиполина под животиком с правой стороны штани но тоже чуть-чуть затемняем одну и вторую на другой ноге делаем то же самое немножко по краям затемняем то есть всего нам понадобилось три зеленых цвета светлый чуть темнее самый темный теперь я беру sg4 это серый цвет не скажу что он светлый не скажу что темный обычный серый цвет им добавляем собственную тень на воротничке и рубашки нашего чиполина 169 цвет это бледно-бежевый цвет точнее такой насыщенный бежевый цвет да или бледно-коричневый им проходим лицо чиполина именно свет также прохожу ручки полностью можно не заливать далее беру 102 здесь уже такой более насыщенный коричневый цвет им прохожу всю оставшуюся часть чиполина верхний хвостик также края головы чиполина создавая тем самым объем то есть до этого 169 мы сделали свет а сейчас то вторым мы делаем тень собственную тень ту тень которая находится на предмете или объекте или нашем чиполина после этого беру 169 цвет и также размываю край 102 прям несколько несколько таких вот мазков чтобы все хорошенечко расплылось 97 цвет коричневый делаю щечки у чиполина кружочки этим же цветом заливаю носик этим же цветом заливаю ботинки после чего 102 цветом немножко усиливаю близко место к зрителю создавая рефлекс в тени то есть небольшую световую полосочку по краю также заливаю этим цветом ротик 98 цвет темно-коричневый им делаю собственную тень на ботинках чиполина оставляю небольшие такие световые пятна этим же цветом заливаю хвостик внутри около стрелок также добавляю тень на носике и во рту ну и в принципе все заливочкой мы справились теперь самое время взять черный линер и доработать наше изображение начинаю я с глаз сначала оставляю два блика один побольше другой поменьше старайтесь чтобы брельки были обязательно симметричные то есть если вы делаете с правой стороны блик то на втором глазике должен должен быть такой же блик по размеру и по расположению одинаковый ну и теперь нам необходимо пройти подчеркнуть нашего чиполина если необходимо усилить контур выровнять его сделать ровненький аккуратный красивый увеличить бровки и в общем нашу работу доработать не игнорируйте этап прорисовки черного линера и доработки изображения потому что он всегда улучшает нашу работу процентов на 30 наверно то есть даже если вы думаете что вы завершили то нужно обязательно пройти еще раз уточнить после того как вы все подчеркнули берем белую ручку и проходим по нашей работе добавляя блики добавляя точки добавляя блеск и объем нашему изображению вот так замечательно у нас выглядит уже скетч белая ручка это неотъемлемая часть скетчинга после того как все готово подписываем вашу работу вашей подписи присылаю мне в инстаграм империи picture онлайн смотрите ссылочка есть внизу в описании а я с вами прощаюсь до свидания друзья до новых встреч рисуйте вместе с нами и не забывайте ставить нам лайки и оставлять хорошие добрые комментарии всем пока